приветствую всех друзья сегодня будет необычное видео однако максимально приближенные к тематике канала а поговорим о простых но полезных приложениях для устройств на базе андроида призванные облегчить жизнь как любителя так и профессионального токаря а также помогут повысить класс точности своих изделий все рассмотренные приложения весят очень мало так что запустится на любой смартфон даже самыми минимальными характеристиками ну а для начала поговорим о программе резьбомер которая может пригодиться не только токарю это своего рода мульти измерительный инструмент который пригодится при выезде и дает возможность не таскать с собой чемодан с измерительным инструментом рабочий экран инструмента состоит из линейки при помощи которой можно измерить заготовку в миллиметрах или дюймах также линейку необходимо для начала калибровать для этого необходимо задать реальные размеры экрана устройства миллиметр для более удобного и точного измерения на экране появляется перпендикулярная красная линия которая поможет более точно обозначить конец измеряемого предмета кроме этого используя для измерения два пальца можно вызвать инструмент штангенциркуль фиксация размера осуществляется при помощи значка замка в режиме метрическая резьба основное поле программа занимает значки основных типах рейс прислоняяя например болт которой можно определить тип то есть своего рода стандартного резьбомера таким же образом можно определить северноамериканские резьбы дюймовые трубные конусные трубные конические метрические размеры винтов и винтовые размеры по стандарту оса и в дюймах также довольно простой но полезной программой является и калькулятор резьбы которая призвана рассчитать диаметры отверстия или прутка по трем исходным данным вид резьбы которых довольно много диаметр резьбы и шаг резьбомерно Очень полезным инструментом для определения размеров и возможных допусков резьбы является приложение резьба, в которой собралось все типы существующих резьб и их допуски. Для начала необходимо найти в таблице искомую резьбу по установленным стандартам, будь она метрическая, дюймовая или трапециедальная. Скажу сразу, список огромный, но мы остановимся на метрическую М6. Далее нам предлагают выбрать шаг, который может быть стандартным, мелким или супер мелким. На следующей странице мы выбираем необходимый класс допуска для выбранной резьбы. Здесь же можно выбрать резьбу для болта или гайки. Ну а в конце выдается все необходимые данные для выбранной резьбы с глубиной и допусками. А также графическое изображение в виде чертежа и возможность выбирать метрическую систему измерений или дюймовую. Невероятно простой и полезной для токаря может оказаться приложение «Диаметр заготовки», минималистический интерфейс которой дает возможность, как вы уже поняли, определить исходный диаметр болванки для получения квадрата, шестигранника или шины необходимых размеров. Иногда, работая на токарном станке, появляется необходимость точить конус с определенными параметрами. В таком случае полезной может оказаться программа под названием «Конус». Также имеет очень простой интерфейс. Для определения угла точения нам нужно знать диаметр широкой части и узкой части конуса, а также длину заготовки. Так, например, если у нас «Д» большое равно 30, «Д» маленькое 20 и длина «Л» тоже 20, то угол будет равен 28 градусам 4 минутам и 20 секундам. Возвращаясь к резьбам, не могу пропустить такое профессиональное приложение, как резьбы. Она отличается от предыдущих, и кроме подробной информации о выбранной резьбе и ее допусках, здесь есть очень интересный и подробный калькулятор расчета различных параметров резьбы. Кроме этого, довольно полезной может оказаться таблица расчета момента затяжки того или иного резьбового соединения по ГОСТу. В определенных случаях для токаря может быть полезна программа-калькулятор веса и стоимости металла. Например, в тех случаях, когда вы собираетесь приобрести болванку любых размеров и форм. В приложении есть возможность выбирать материал, из которого состоит болванка. При этом в таблице прописывается стандартный вес по ГОСТу для данного материала в граммах на кубический сантиметр. Также можно произвести расчеты по длине и массе в метрической и дюймовой системах измерений. Далее, если это кругляк, как в нашем случае, нам надо задать диаметр и длину заготовки. А если необходимо узнать и цену для выбранных размеров, то прописываем стоимость за 1 кг. После нажатия кнопки «Посчитать» нам выдается информация о массе и стоимости выбранной болванки. Не знаю, как токарям, но мне бы точно пригодилось в свое время такое приложение, как расчет звездочки, которая производит расчеты размера звездочки по параметрам приводных роликовых и втулочных цепей. Необходимо знать лишь конкретное число зубцов звездочки. А остальные параметры цепи можно выбрать и стандартных, коих огромное количество. Все параметры даны по установленному ГОСТу. Выбираем каждый параметр и прописываем в таблице. После нажатия на кнопку расчета получаем огромную таблицу параметров и размеров. Для фронтального профиля с подробной иллюстрацией, а также для поперечного профиля. Ну а напоследок рассмотрим программу «Квалитеты и допуски», без которой тяжело обойтись токарю, работающего на заводе или на предприятии. В ней собраны все возможные категории и группы допусков для различных размеров изделия. В общем, такие вот приложения. В описании не будут ссылки, так как это не реклама, как вы уже поняли. Ну а найти, я думаю, не составит труда, так как плей-маркетом умеют все пользоваться. Использовать данное приложение или нет, дело сугубо каждого, и я уверен, что есть мастера, которые уже пользуются такими. Но наверняка некоторым проще по старинке все высчитывать. А вы как считаете, чем лучше пользоваться? Если понравилось видео, не забудь поставить лайк. Да и о кнопке подписаться, многие не знают. Спасибо всем за внимание. Пока.